Вы слушаете передачу «Государство и мы». Я, ведущий передачи Михаил Делягин, экономист. Мы обсуждаем с вами наиболее насущные, наиболее важные аспекты взаимодействия государства и нас как людей, ну а с другой стороны и нас как народа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это некоторый феномен, который характерен не только для России. У нас он проявляется острее всего, потому что... Россия такая страна, что в ней тенденции глобального развития проявляются наиболее остро. Когда кто-то в мире кашляет, мы болеем туберкулезом. Когда кто-то в мире подпрыгивает, мы выходим в космос. Мы быстрее всех проявляем в своей жизни тенденции глобального развития и острее всех их переживаем. Это касается и хорошего, и плохого, ну и, скажем так, нейтрального с моральной точки зрения. Сегодня мы поговорим об очень интересном, очень важном и довольно печальной тенденции, которая сложилась в последние годы, которая имеет прямое и непосредственное отношение к нашей стране. Национальные элиты стали предавать свои народы в массовом порядке с легкостью и удовольствием. Так, как будто так и должно быть. Это массовое явление. Мы испытали это одними из первых в середине 80-х годов, если быть юридически точным, то в 87-м году, когда началась Горбачевская катастройка. Мы потом испытываем это на протяжении последних 20 лет. Но, оглядываясь по странам, мы вдруг начинаем понимать, что это не наша специфика. Это не только трагедия советской цивилизации, это не только извращение отечественных и там белорусских, украинских, среднеазиатских либералов, прибалтийских либералов, молдавских либералов, восточноевропейских либералов. Это некоторая новая тенденция в развитии, извините за высокий стиль, всего человечества. И поэтому сегодня я хочу рассказать вам именно об этой тенденции. Она имеет прямое отношение к теме нашего цикла передач «Государство и мы». Это, наверное, главное, что нужно понимать относительно нашей элиты. Я хочу зафиксировать сразу. Мы привыкли под словом «элита» в слово «элита» вкладывать моральный смысл. То есть элита – это лучшие, элиты – это хорошие, элиты – это те, с кого нужно делать свою жизнь. Это очень правильное, очень советское отношение к элите, но я употребляю это слово, вы уж мне извините, в другом значении, в сугубо технологическом, в сугубо управленческом. Потому что, ну, не могу я называть наше нынешнее руководство элитой в классическом смысле этого слова. Извините, это тусовка. Это правящая тусовка, с которой пока мы ничего сделать не можем, которая пока правит и свои иногда даже психологические отклонения превращает в повседневную реальность нашей жизни. И мы вынуждены или эмигрировать из страны, или в этой реальности жить. Так вот, с чисто технологической точки зрения, в том значении этого слова, в котором я его употребляю в этой передаче, элита общества – это первая часть общества, участвующая в принятии и реализации наиболее важных, ключевых для него решений. То есть те, кто решения вырабатывают, те, кто их принимают, те, кто их непосредственно на относительно высоком уровне реализуют. И не любое решение, а только действительно значимое для общества. И вторая составляющая элиты – это та часть общества, которая является примером для массового подражания. Вот клоун, удачно кривляющийся эстрадный певец, уж не буду называть фамилии, чтобы не обижать всех остальных наших эстрадных клоунов, да, он является частью элиты. Потому что значительная часть, по крайней мере, молодежи ему осознанно или неосознанно подражает. Можем как угодно относиться к господину Жириновскому. Я к нему отношусь плохо, многие к нему относятся хорошо. Это свободный выбор каждого человека. Но невозможно не уважать его как эффективного политика. Он не участвует в реализации, выработке и принятии важных для общества решений. Он не имеет фракции, которая в Государственной Думе может на что-либо влиять. Да и сама Государственная Дума, с моей точки зрения, является сборищем марионеток и ни на что влиять не может. Но вот в ранге эстрадного политика, в ранге человека, который своим поведением становится примером для довольно широкого подражания, может быть, даже массового подражания, Жириновский, безусловно, входит в элиту. Вместе Ксюша и Собчак, извините, пожалуйста, я хотел не говорить про эстрадных деятелей, но по неволе сбился, я постараюсь больше этого не делать, извините, пожалуйста. Жириновский придумал несколько слов, он реально обогатил русский язык. Слово однозначно впервые употреблено Жириновским. Слово как бы введено в массовый оборот тоже им. И определенным примером для подражания он является, значит, если рассматривать элиту, как людей, которых мы советовали бы для подражания своим детям, да, вот юноше, обдумывающему житье, с кого делать пример, как писал Маяковский, с кого брать пример, с кого делать свою жизнь, конечно, это не эти, не наши нынешние элитарии. Это скорее представители настоящей элиты. Но сегодня я употребляю слово элита в техническом значении этого слова. Это верхняя часть общества. Кто навязывает обществу принятые решения, кто их реализует и кто по неволе делает себя примером для массового подражания. Вот что такое элита. Вот эта самая элита, которая иногда бывает плохой, иногда бывает хорошей, в последние десятилетия все чаще становится плохой. Национальные элиты стали предавать свои народы с легкостью и удовольствием. Я прервусь. Тут мне намекают и показывают. Я хочу зафиксировать, что вы можете слушать народное радио не только на средних волнах. Вы можете слушать народное радио через интернет по адресу www.narodno-radio.ru Как слышится, так и пишется www.narodno-radio.ru Так что можно слушать нас и по интернету, только включите его, пожалуйста, погоромче. Подобно тому, как государство является мозгом и руками общества, элита служит его центральной нервной системой. Элита, именно вот в технологическом значении слова, которое я употребил, отбирает побудительные импульсы. Она заглушает при этом одни импульсы и усиливает другие, концентрирует эти импульсы и передает соответствующим группам социальных мышц. В долгосрочном плане главным фактором конкурентоспособности общества является его мотивация и воля, которые воплощаются именно в элите. В краткосрочном плане главное это, конечно, имеющиеся ресурсы. Там нефть, газ, алмазы, промышленные мощности, инфраструктура. В среднесрочном плане главным является человеческий потенциал, человеческий капитал, уровень образования, уровень трудолюбия, уровень организованности. Мы видели, как организованные японцы, не имея никаких ресурсов после войны вообще, живя в стране, которая была перемолота в прах, ну и Германия, строго говоря, такая же была. Они стали второй экономикой мира. Сейчас, правда, они уступили Китаю. Ну и Германия долгое время была третьей, четвертой экономикой мира после Советского Союза и Японии. Потом Советский Союз распался, потом Япония проиграла Китаю. Германия сохраняет свои позиции четвертой экономики мира за счет качества человеческого капитала. Но мы знаем на примере своей страны, что даже высочайшее качество человеческого капитала не стоит ничего без мотивации и воли общества. А мотивация и воли общества воплощается именно в элите. Если они есть, если они воплощены в национальной элите, можно самым разрушенным, самым дезорганизованным человеческим капиталом творить буквально чудеса. Я напомню нашу страну после Гражданской войны, когда у людей была разрушена трудовая мотивация полностью. Когда люди, прошедшие Гражданскую войну, я уж не говорю про Первую мировую, у них была разрушена психика. Когда психическое заболевание было нормой, эпилепсия была нормой. Когда все представления хорошим и плохим были разрушены, мотивация и воля к созиданию, воплощенные в элите, которая тоже была отнюдь не сахарной, отнюдь не гуманистами, они позволили создать самую гуманную в 60-е, 70-е, даже в начале 80-х годов, еще самую гуманную в мире советскую цивилизацию. Конечно, расцвет был в 60-е и в меньшей степени 70-е годы. То же самое можно посмотреть на какую-нибудь Малайзию. Ведь в 95-м году малайзийское правительство ввело экзамен на право заниматься предпринимательской деятельностью. Не сдавшие этот экзамен, не имели права заниматься предпринимательством. То есть вот надругательство над людьми казалось бы, ну как так, я нормальный, ответственный человек, если я хочу торговать клубникой, как в известном фильме было сказано, я торгую клубнику, выращенную вот этими вот руками. И вдруг приходит какой-то чиновник из малайзийского правительства и говорит, а вы не имеете права ее продавать на рынке, пока вы не сдадите экзамен. Это очень интересно, какой это был экзамен. Это был экзамен на умение пользоваться калькулятором. Потому что уровень человеческого потенциала Малайзии был таков, что огромное количество людей, огромные массы людей были не способны пользоваться даже калькулятором. Тыкать пальцами в клавиши они не могли. И соответственно их хитрые прожженные оптовые торговцы самым мерзким образом обсчитывали, обманывали. Это стало массовой не только социальной, но и политической, макроэкономической проблемой. И малайзийская элита, отнюдь неоднозначная, расколотая по этническому религиозному принципу, сумела внутри себя договориться и вытащить Малайзию в развитую страну. Ну, она формально еще числится развивающейся, у нее огромное количество проблем, в том числе региональная неразвитость, внутренняя дифференциация, этническая напряженность и все остальное. Но малайзийская экономика это одна из успешных экономик мира. Рост благосостояния Малайзии потрясающий. Рост качества человеческого потенциала потрясающий. Малайзия стала конкурентоспособной, стала успешно развивающейся страной, хотя она не имела даже человеческого потенциала, а после выделения из нее в ходе серьезной войны княжества Бутан, она не имела в должном количестве даже природных ресурсов. Вот качество элиты является главным фактором конкурентоспособности любого общества. Поэтому столь распространенное предательство национальной элиты национальных интересов фатально. В глобальной конкуренции его можно сравнить лишь со изменой, которая совершает командование воюющей армии в полном составе. Если сравнивать глобальную конкуренцию с Великой Отечественной войной, это не предательство генерала Власова, который от безысходности, в общем-то, предал. Я его совершенно не оправдываю, но он действительно, он был в безвыходном положении, он захотел сделать карьеру и по ту сторону фронта. Но его предательство случилось после того, как он утратил командование армией. А вот предательство элиты, так если бы на сторону немцев перешел генеральный штаб в полном составе. Ставка верховного главнокомандования и лично товарища Сталина Жукова. Вот с чем это можно сравнивать. Строго говоря, этот феномен не нов. Один из ярчайших, притом относительно недавних его примеров, дала царская охранка, которая поддерживала организованное революционное движение в России ради расширения своего влияния и финансирования. Ничуть не в меньшей степени, чем японская армия, немецкие генштабы и американские банкиры, когда, как известно, Троцкий приехал в Россию в разгар, ну, перед, уже после февральской революции из Америки, вот, ничуть не меньше революционный костер раздувала в нашей стране царская охранка. В конце концов, этот костер вышел из-под ее контроля, спалил все тогдашнее общество. Для этого были объективные предпосылки. Но то, что царская охранка контролировала эсеровский террор, в том числе направлено не против нее самой. В том, что она, в общем, очень толерантно, выражаясь современным языком, относилась к большевикам, просто потому, что большевики не убивали, не осуществляли массового террора. Они просто максимум, что они сделали, не грабили банки. И при этом большевики, в общем-то, были значительно более слабыми, чем левый эсер, и представляли собой меньшую опасность. Вот запутавшись в собственных играх сложных, царская охранка раздула революционный костер от такой степени, что он превратился в революционный смерч. Но, в общем-то, это было примером предательства национальных интересов национальной элиты. Некоторые руководители царской охранки консультировали Иосифа Вячеславовича Сталина еще в 30-е годы XX века. Через полтора десятилетия после Великой Октябрьской социалистической революции. Нужно понимать, что у истории есть очень интересная оборотная сторона, которая не всегда должным образом описывается уважаемыми товарищами историками. Ближе к нашим дням, пример действия национальной элиты против своей страны дает опыт Японии конца 80-х, начала 90-х годов. Тогда в мире было два финансовых пузыря в Японии и в Соединенных Штатах Америки. И было общее понимание в глобальном бизнесе, что один из этих пузырей надо прокалывать. И не американская, а именно японская элита приняла решение, которое привели к тому, что проколот был не американский, а именно японский пузырь. Японская экономика от этого толком не оправилась и по сей день. Десять лет чудовищной депрессии, даже больше. Полуторакратное обесценение недвижимости. Страшная дезорганизация экономики. Почему? Беззащитность в условиях кризиса, когда японская промышленность сократила производство в 2009 году на 30%. Почему так случилось? Почему японская элита приняла это такое решение? Не только глубочайшая интеллектуальная зависимость от США, характерная и для Европы. Для Японии это, естественно, побежденная страна, которой навязывали демократию, навязывали государственное устройство. Навязанное устройство оказалось, в общем-то, довольно логичным, довольно эффективным. Оно было воспринято. Оно было адаптировано к национальной культуре. Но интеллектуальная зависимость осталась. Другой причиной, более важной, с моей точки зрения, стала глубина интеграции. Глубина проникновения японских капиталов в американскую экономику. Это фантастическое явление, потому что японские бизнесмены по отдельности этого не сознавали. До сих пор японский банкир отличается от американского тем, что он сначала японский, а потом банкир. Поэтому колоссальный японский внешний долг намного больше американского. Он значит немного, потому что этот долг рыночный, только по своей форме. По сути, он не рыночный. Если японское государство скажет японскому финансисту, что да, у тебя есть мои облигации, и ты можешь предъявить их к оплате. Но ты знаешь, не делай этого, потому что это будет патриотично, это будет против интересов Японии. Отдельно взятый японский банкир скорее сделает себе харакири, чем предъявит облигации государственные к оплате государству, поставив это государство в критической ситуации. Американский банкир, он не американец, он предъявит, и ему плевать, что будет с этим государством. Поэтому огромный японский долг, который формально больше американского, давит на японскую экономику значительно меньше, чем американский государственный долг. Но вот эти вот абсолютные патриоты по отдельности, объединенные вместе в японскую бизнес-элиту, объединенные в социальный организм, стихийно, не сознавая этого по отдельности, на коллективном уровне, приняли абсолютно антипатриотическое, очень разрушительное, очень болезненное для Японии решение. Проколов японский финансовый пузырь, а не американский, и обрушив японскую экономику, а не американскую. Оказалось, что элита, которая является коллективным предателем, оказалась коллективным предателем, она состояла из индивидуальных патриотов. Это поразительное явление, очень поучительное. Я прервусь. Я хочу зафиксировать, что вы можете слушать Народное радио не только на средних волнах. Вы можете слушать Народное радио через интернет. Так что, можно слушать нас и по интернету, только включите его, пожалуйста, погромче. Ну, не менее масштабный, шокирующий пример противодействия национальной элиты, которая находится под внешним воздействием, интересам своего общества, дала война США и их сателлитов против Югославии, которая велась все 90-е годы. Ее стратегической целью, как и целью всей американской политики на Балканах с 90-го года, представляется подрыв экономики Евросоюза. Это стратегический конкурент США, но и задача была в том, чтобы некогда процветающую Югославию превратить в руину, и далее эти руины сделать незаживающие раны на теле Европы. В общем, это удалось, потому что в освобождении экспансии косовских албанцев сейчас оргпреступность косоваров стала для Евросоюза криминальной проблемой номер один, а в некоторых местах и социальной проблемой номер один. И агрессия 99-го года, памятная, когда бомбили Белград, а Примаков развернул свой самолет над Атлантикой. Насколько можно судить, эта агрессия была направлена на подрыв евро, как потенциального конкурента доллару. Тогда европейские лидеры поддержали Соединенные Штаты Америки. Несмотря на резкий протест не только европейской общественности, но и среднего звена, и даже элементов высшего звена их собственных политических структур, они поддержали Америку. Прежде всего потому, что повестка дня для Европы после войны всегда, на протяжении двух поколений политиков, формировалась европейскими элитами под интеллектуальным влиянием, и, строго говоря, под интеллектуальным лидерством Соединенных Штатов Америки. Привычка к этой интеллектуальной зависимости превратила тогдашних руководителей Европы в могильщиков ее стратегических перспектив. Именно из-за войны 99-го года нововведенный тогда евро рухнул почти на четверть, и на три с лишним года лишился возможности бросить вызов доллару. В результате утраты времени европейская экономика окончательно стала простым дополнением американской, а евро так и остался именно региональной валютой. Он так и не смог стать валютой глобальной. Это проявилось после 11 сентября 2001 года, когда Европа, спасая доллар, очень наглядно показала, что рассматривает американскую экономику не как конкурента, а как структуру образующего лидера мирового порядка, в котором уже навсегда исчезла сама идея европейского вызова. Формирование сознания европейской элиты именно американцами примирило Европу с положением, при котором в то самое время, когда падение евро оказывается для американцев маленьким конкурентным удовольствием, симметричное падение доллара представляется перепуганным европейцам концом света. Еще более яркий пример предательства национальных интересов – это Казус Милошевич. Я с большим уважением к нему отношусь. Он с трагическим завершением своей жизни, он, с моей точки зрения, полностью искупил все ошибки, которые он совершил в ходе войн 90-х годов. Но забывать об этих ошибках – значит обрекать себя на их повторение. Милошевич парадоксально и катастрофически, когда его страна стала объектом агрессии в 99-м году, он занялся непротивлением злоу насилия. Да, он заплатил за это непротивление и собственной жизнью. То знаете, когда вашу столицу бомбят, пусть даже выборочно, когда ваш народ находится под ударом, и вам предлагают ответить ударом на удар, и вы имеете для этого военные возможности, Милошевич мог бомбить Италию, он мог бомбить Австрию, он мог ракетами пытаться поразить цели на территории даже Германии. Он обладал для этого вооруженными силами, которые, отличаясь высоким умением, высоким боевым духом, он мог навести ответный удар. Он этого не сделал. Официальная формулировка сербов, мы сами не агрессоры, не годится никуда. Да, это как если бы вас встретили в подворотне, ударили бы вас по лицу, и вы бы вспомнили, что кто ударит вас по правой щеке, подставь левую. Ну, конечно, можно подставить, но когда щеки заканчиваются, все-таки приходится давать отпор и защищать свои неотъемлемые интересы. Милошевич это не сделал. Почему? Есть гипотеза, что материальные активы его окружения были размещены как раз в странах-агрессорах и в их валютах. Ответные удары Югославии обесценили бы эти активы. В результате не только национальные интересы. Само существование Югославии, хотя бы как Федерации Сербии и Черногории, было принесено в жертву материальным интересам узкой группы людей, которые входили в тогдашнюю Югославскую элиту. Это очень болезненное предположение. Я понимаю, что оно обидит многих моих друзей и в Сербии, и в Черногории, и в России, которые являются... которые очень сильно сочувствуют Сербии. Я понимаю это, но других объяснений нет. Но представьте себе, что вы главнокомандующий, вас бомбят, на вас лично идет охота, вы имеете все возможности нанести ответный удар, и вы этого не делаете. Вы не отделены от агрессоров Средиземным морем, как Каддафи. Вы, в отличие от Каддафи, имеете современное наступательное вооружение. Вы можете дать сдачи так, что ваш противник остановится и, по крайней мере, оставит ваш народ в покое. Ну, вы стояете преступником, ничего страшного, бывает. Это ваш профессиональный риск, как руководитель. Но народ ваш оставит в покое. И вы этого не делаете. Вы не исполняете своих служебных обязанностей. Почему? Единственное правдоподобное предположение я привел сейчас. Перечень подобных примеров предательства национальных элит можно приводить бесконечно. Но чем ближе к нынешнему дню, чем чаще с ними приходится сталкиваться, тем гуще и постояннее они встречаются. Ну, наша страна, с ее скоро уже четвертью века национального предательства, считая с 1987 года, всего лишь наиболее быстро и ярко выражает пугающую глобальную тенденцию. Элиты всего мира, которым народы вверяют в свое будущее и самих себя, все чаще продают их. Причем не только удивительно цинично, но и удивительно, позорно и нестерпимо дешево. За гроши, за улыбку, за доброе пожелание. В свое время Горбачев дал нестерпимо соблазнительный пример того, что сотрудничество с Западом против своей страны обеспечивает личное благополучие и полную безнаказанность. Я совершенно не уверен, что Горбачев сознательно разрушал Советский Союз. Я думаю, что он просто проявил неспособность, неадекватность. Он не соответствовал своей должности и действительно не понимал, что он творит. У него были очень большие соблазны, и побежав за этими соблазнами, он уничтожил свою страну, уничтожил нас, нашу советскую цивилизацию, которая в тот момент была реинкарнацией русской цивилизации. И нынешняя реинкарнация русской цивилизации так и не создана, потому что то, что мы имеем в сегодняшней России, это, к сожалению, не цивилизация, это нечто неописуемое. Это скорее процесс гниения, чем процесс формирования цивилизации. Но, тем не менее, по результату, он в свое время призывал оценивать эффективность по результату, но давайте каждого оценить по его собственным меркам, по его собственным представлениям. Сотрудничество с Западом против своей страны обеспечило Горбачеву личное благополучие, полную безнаказанность и очень терпимое отношение внутри Российской Федерации. Но последние годы показали, что ситуация изменилась. Лишившиеся власти лидера от Пиночета до Милошевича идут под суд или прямо на тот свет. А окружение, которое сдает своего руководителя в теплые руки мирового сообщества, вместо всех земных благ получает казнь. Иногда им публично оторвают голову, как это было с окружением Саддама Хусейна. Публично под камеру человеку оторвали голову. Мы видим сегодня на примере Мубарака. Мубарак сдал власть Америки. Он сдался Западу. Он не стал сопротивляться. Он не стал защищать интересы своего народа в той форме, в которой он их понимал. Да, он сделал безумное количество ошибок, но он не сопротивлялся. Он предал интересы египетского народа в той форме, в которой он их себе представлял. Что он получил за это предательство? Суд и конфискацию без суда всех активов его семьи в Европе. Ключевое слово без суда. До этого, когда диктаторы грабили свои страны, вывозили деньги в Европу, а потом теряли власть, у них эти деньги отбирали по суду. У Мубарака впервые отобрали все без суда. Это пример того, во что превратилось сегодняшнее европейское правовое государство, правовое самосознание. От матроса Крыленко, который был первым министром юстиции большевиков, отличия, в общем-то, не принципиальны. Но эти трагедии, в общем-то, не убеждают представителей элит. Круг представителей элит, которые демонстрируют нежелание предавать свои народы, демонстрируют наглядно, внятно и четко, очень узок. Помимо китайцев и иранцев, сегодня в него входит разве что окружение Каддафи. И это большой вопрос. Это вопрос, который носит мировоззренческий характер. Почему элиты незападных стран, зная и видя, что они не останутся безнаказанными, зная и видя, что вместо всех земных благ им будут отрывать головы, тем не менее, почему они, как леминги краю пропасти, все равно бегут на запад? Это очень важный вопрос. Калчности к простой все не сводится. Но первый ответ и самый простой ответ, и ответ, мимо которого нельзя пройти, это перерождение элит в силу торжества рыночных отношений и, соответственно, рыночных идеалов. Один из российских олигархов, таких мелких средней руки, вы их, я думаю, большинство из нас его и не вспомнят, сказал поразительную фразу. Я не столько патриот своей страны, в которой живу, сколько патриот своего капитала. Если в какой-то стране, пусть даже в России, моим деньгам плохо, я не должен держать эти деньги в этой стране. Это сказано честно и предельно исчерпывающе. Практический критерий патриотичности элиты прост до привативизма, размещения ее активов. Вне зависимости от мотивов отдельных членов, как целая элита обречена действовать в интересах именно собственных активов. Не обязательно материальных, может быть, символических активов. Символические активы это влияние, статус, репутация в значимых для нее кругах, информация и так далее. Ну, например, некоторые российские чиновники очень любят потусоваться в правильной тусовке. Из-за этого Россия еще при Борисе Николаевиче Ельцине Россия вошла в большую восьмерку. Ради этого вхождения, ради удержания в большой восьмерке в последующие годы она понесла чудовищные потери. Ради того, чтобы руководители могли потусоваться извините за сленг, но это их сленг, в правильной компании. Если критическая часть активов элиты, критическая часть это та часть активов, которую члены элиты не могут позволить себе потерять, контролируются конкурентами соответствующего общества, элита поневоле служит интересом этих конкурентов, становясь коллективным предателем. Отсюда в частности следует обреченность исламского вызова, потому что лидеры исламского мира, в отличие от лидеров США, Евросоюза и Китая, хранят средства в валютах своих стратегических конкурентов, и потому не могут последовательно противостоять последним. Отсюда вытекает и ограниченная адекватность натужной риторики о подымании России с колен, правда, поза, в которой Россию уже больше десятилетия поднимают с колен тактично не упоминается, но эта популярность среди отечественной офшорной аристократии. Эта часть российского управляющего класса офшорной аристократии держит на проклятом Западе почти все свои активы, до семей включительно, уж детей-то тем более. У нас есть губернатор, который официально вывез, отправил своего ребенка учиться в Англию, причем сделал это не скрыто, а открыто, публично, заявив об этом и объяснив это тем, что в России этому мальчику негде учиться. Это сказал губернатор, ну, скажем так, не очень успешной области, я думаю, мы с вами понимаем, почему эта область так и не стала успешной при этом губернаторе, да, но это сказал человек, который считает себя вполне цивилизованным, вполне нормальным. Логика представителей офшорной аристократии строга и по-своему безупречна. Они служат своему собственному личному потреблению, неважно, материальному или символическому. Они ощущают Россию, воспринимают ее не как родину, а как трофейное пространство, которое вместе с биомассой, которую по праздникам именуют население, подлежит переработке в имущество, которое расположено в фешенебельных странах, или же переработке не в имущество, а в нематериальный актив, в уважении со стороны представителей этих стран. Для либеральной части нашей офшорной аристократии солнце восходит на западе, и они молятся этому черному солнцу наживо, уничтожая свои народы, в том числе и нас с вами. Но этот ответ при всей его актуальности на глубину не претендует. Это ответ, который лежит на поверхности. Мы видим мотивацию, мы описываем эту мотивацию, но мы не отвечаем себе на вопрос, даже не задаем его, откуда эта мотивация взялась. Ведь рыночные отношения развиваются столетиями. Почему же именно сейчас? Именно в то время, когда деньги, строго говоря, теряют значение, уступают ключевую роль, по крайней мере, в развитых обществах, технологии, сегодня, когда стратегические решения все больше принимают нерыночный характер, почему вдруг, с какого перепугу именно сейчас рыночные отношения начинают доминировать в сфере ценностей? В свое время элиты неразвитых стран вслед за генералом Тарихасом, это был руководитель Панамы, ему принадлежит крылатая фраза «Я не хочу войти в историю, я хочу войти в зону Панамского канала». Ему было плевать, что произойдет с ним, он не накапливал денег, я не знаю, похоронили его в штопанных носках как Сталина или нет, но миллионером дальше он не был. Но он не то, что собственного замка на Лазурном берегу не хотел, он даже в историю не хотел войти, он хотел всего лишь вернуть своей стране ее территорию, источник ее доходов, Панамский канал, и он это сделал, он этого добился, хотя его и убили в процессе этого достижения. И вот люди, которые действовали как генерал Тарихос, которые рисковали жизнью совершенно спокойно, совершенно осознанно, совершенно буднично ради решения проблем своих обществ, в массовом порядке, на ровном месте, сменяют совершенно иные лидеры, которые рассматривают свои страны, не только Россию, как трофейные пространства, а себя совершенно спокойно и комфортно видят в роли наместников оккупационных армий. Почему ценности элит ломаются? Почему элиты так стремительно деградируют? Я думаю, что главная причина это современный этап глобальной конкуренции. Специфика современного этапа глобальной конкуренции. Я хотел бы сделать коротенькую паузу и напомнить вам, что вы можете слушать наш разговор не только на средних волнах радио, но и в интернете. Адрес www.nardnoetiradio.ru Как? Слышится так и пишется www.nardnoetiradio.ru Глобальная конкуренция ведется прежде всего между цивилизациями на основе их ценностей и образа действий, который естественным образом вытекает из этих ценностей. После поражения и уничтожения советской цивилизации наиболее предпочтительным стало положение Запада, потому что именно его образ действий финансово-экономический наиболее универсален. В отличие от идеологической, религиозной, тем более этнической экспансии, финансовая экспансия сама по себе никого не отталкивает априори, и поэтому круг ее потенциальных сторонников наиболее широк. Ну, в самом деле, если я сталкиваюсь с идеологической экспансией, да, если я приму соответствующую идеологию, я смогу стать частью этой экспансии, но далеко не все не то, что хотят, а даже могут, теоретически, даже захотев, принять чужую идеологию. Ну, не может нормальный человек быть либералом, уж у меня извините, конечно, не может он осознанно и публично гордиться своим одобрением геноцида собственного народа. Не всем, не каждому дана такая глубина нравственного и морального падения. То же самое с религией. Но огромное количество людей сталкивается с религиозной экспансией, особенно сейчас, когда ислам осуществляет экспансию по всему миру, но далеко не все могут его принять не только по идеологическим побуждениям, не только по религиозным ценностям, да, но и просто по своей культуре, по своему характеру, потому что религия очень близка к культуре. Тем более этническая экспансия. Ну, у нас есть народы, которые осуществляют этническую экспансию, самые разные народы, но вы для них будете чужим просто потому, что вы принадлежите к другому племени. У вас другие черта лица, другой цвет кожи, другие волосы. Даже если вы очень захотите и вывертитесь наизнанку, вы не сможете стать членом этого народа. А с финансовой экономической экспансией все просто. Вам достаточно хотеть зарабатывать деньги, и вы являетесь своим для бизнеса. Конечно, ужесточение глобальной конкуренции, лишая многих людей самой возможности успешно участвовать в экономической жизни, решительно сужает круг людей, для которых финансовые и экономические ценности являются наиболее универсальными. Именно этим вызваны исламские, отчасти китайские, вызову Западу. Но принципиальная ситуация пока не меняется. Запад остается носителем наиболее универсальных и наиболее общедоступных ценностей, как это для меня, как представителя незападной цивилизации, печаль. В силу своего образа действия, проводником финансовой экспансии Запада в цивилизационной конкуренции объективно служит почти всякий участник рынка. Понимаете, бизнесмен может ненавидеть Америку, он может быть исламским фундаменталистом, даже финансировать Усаму Бен Ладена, но сам его образ действий объективно превращает его в проводника интересов и ценностей Запада. Мой знакомый оказался в турецком отеле для турецких бизнесменов, для своих, как раз 11 сентября 2001 года. И вот респектабельные, уважаемые, вальяжные турки, бизнесмены, увидев рушащиеся здания Всемирного торгового центра в Вашингтоне встали и тихо и беззвучно аплодировали этому зрелищу пухлыми ладошками. Они не знали, что это будут крутить по СНН весь день, и они тут же послали бармена записать это, чтобы у них было это на память. Это был 2001 год, еще технологии записи были не везде. Они радовались беде Америки, они ее не любили, но они были частью финансовой экспансии, финансовой экономической экспансии Запада, они были частью экспансии западной цивилизации по образу своего действия, потому что они были бизнесменами, работающими в западной системе координат. Граница между сторонником и противником той или иной цивилизации пролегает не по его убеждениям, а именно по его образу жизни. Финансист принадлежит незападной цивилизации не тогда, когда он дает деньги борцам с Западом, но лишь тогда, когда он отказывается от использования финансовых рынков и переходит к образу жизни представителя незападной цивилизации, то есть тогда, когда он совершает социальное самоубийство. В этом секрет успешности экспансии Запада. В этом секрет успешности Запада в глобальной конкуренции. Универсальность и комфортность, что самое главное, западных ценностей особенно важны при анализе элит, погруженных в эти западные ценности стран. Поскольку с началом глобализации, а конкуренция ведется прежде всего в сфере формирования сознания, важнейшим фактором конкурентоспособности общества становится то, кто и как формирует сознание его элиты. Формирование сознания извне это слегка завуалированная форма внешнего управления. Так как дрожь бывает между отдельными людьми и даже народами, но между странами и тем более государствами всегда наблюдаются конкуренция, сознание элиты, если оно формируется извне, обычно формируется именно стратегическими конкурентами ее общества. И общество с подобной элитой просто утрачивает адекватность. В качестве примера достаточно посмотреть на историю нашей страны с 87-го года. Потому что ценности, идеи и приоритеты элиты отвечают интересам не ее общества, а его стратегических конкурентов. И соответственно разрушают это общество. Элита, сознание которой сформировано стратегическими конкурентами ее страны, она даже не предатель своей страны. Она имеет к своей стране то же отношение, что какой охранник имеет к заключенному. Но даже если все будет хорошо, если сознание элитов формируется ее собственным обществом, это еще не гарантирует ее ориентации на национальный интерес. Ведь члены элиты просто в силу своего положения вспомню, что члены элиты это те, кто вырабатывают, принимают и реализуют наиболее значимые для общества решения и те, кто является примером массового подражания для общества. Вот эти люди просто в силу своего положения располагают значительно большими возможностями, чем рядовые граждане. Глобализация, обостряя конкуренцию, разделяет относительно слабо развитые общества. Она дает возможности их элитам и дает проблемы рядовым гражданам. Величайшая ложь либерализма заключается в том, что либералы с позиции представителей элиты рассказывают о возможностях, которые есть у рядовых граждан. Это правда. Теоретически у обычных граждан есть возможности. Глобализация и либерализация дают им эти возможности. Но одной рукой эти возможности давая, они другой рукой тут же отнимают возможность их осознать, увидеть. Возможность сконцентрировать волю, энергию, рискнуть и воспользоваться этими возможностями. Вот это величайшая ложь с моей точки зрения либерализма. С личной точки зрения членом элита таких обществ естественно стремится к либерализации, потому что она дает им новые возможности. Но эта самая либерализация, которая дает им новые возможности, она подрывает конкурентоспособность их собственных стран, и она же несет несчастливые беды их народу. По сути дела, уровень конкуренции, который необходим представителям элиты просто для того, чтобы держать себя в тонусе, сплошь и рядом оказывается абсолютно непосильным для основной части этих обществ. В слаборазвитых обществах традиционная культура, которая усугублена неизбежной косностью бюрократии, как правило отторгает инициативных, энергичных людей и прожидает в них обиду. А ведь именно такие люди элиту в конечном счете и образуют. Они как частки идут по свету, искать по свету, где оскорбленному из чувства уголок. Они воспринимают в качестве образца для поддержания развитой страны и пытаются оздоровить свою родину механическим насаждением реалий и ценностей развитых стран. Подобное слепое культуртрейдерство оно разрушительно не только в случае незрелости общества, неготовности к внедряемой в него ценностям, но и цивилизационной чуждости этих ценностей для него. Вот это примерно то, почему позднесоветская элита так люто ненавидела свою собственную страну. Посмотрите на всех этих людей, которые деятели культуры, многие деятели науки, которые были пламенными перестройщиками, прорабами перестройки, как люто они ненавидели свою страну, как люто они до сих пор ненавидят нас за то, что мы не рукоплещем уничтожению собственной цивилизации, за то, что мы не восторгаемся собственными несчастьями, за то, что мы не считаем торжеством гуманизма ряды могильных плит на кладбищах каждого города с молодыми людьми, погибшими в 90-е годы и умершими от безысходности в 2000-е годы. Они нас за это ненавидят люто, ровно потому, что советская костная система когда-то их обидела, и эта обида перевешивает все. Даже войдя в элиту своей собственной страны, инициативные люди в такой ситуации не могут избавиться от чувства чужеродности, от ощущения своего отличия от большинства сам граждан. И это тоже провоцирует враждебность активных членов элиты к своей родине. Я позволю себе процитировать. Умный человек неправ просто потому, что он умный, и потому думает не так, как большинство, и соответственно отторгается им. Такое отторжение элиты характерно для многих стран. Есть единственная недостаточно развитая страна мира, которая избежала такой судьбы для своей элиты. Где элита, европейские образованные, тонкие, культурные люди в массе своей не считают крестьян своей страны, некоторые из которых действительно ведут растительный образ жизни, не считают их быдлом. Единственный пример, который я знаю, это Китай. Но в Китае это было сделано по-восточному жестоким способам. Это было сделано, когда в ходе культурной революции Мао Цзэдун всю интеллигенцию пропустил через деревню. Это не была ссылка, это не были лагеря сталинские, это не было тюремное заключение, это была именно кампания по перевоспитанию. Безумно жестоко. Но представьте себе, что вас сейчас отправят в грязь, в хлев, в коровник, в поле сажать ручную ростки риса под палящим солнцем или в метель в холодном коровнике пытаться спасти в общем-то обреченный скот. Крестьянская жизнь всегда очень тяжелая. В Китае в 60-е годы, в конце 50-х она была невыносимой. Да и сейчас во многом таковой остается. Но пропустив интеллигенцию через деревню, просто заставив интеллектуалов пожить год, два, три, пять лет, некоторых больше, жизнью крестьян, Мао Цзудун, может быть, не понимая этого, может быть, это получилось случайно, может быть, он не был настолько дальновидным. Он бравировал тем, что ему плевать, что будет с Китаем после его смерти, и похоже, что ему действительно это было безразлично. Но нечаянно он сделал великое дело. Китайская интеллигенция сама пропиталась глубочайшим уважением к своим крестьянам, к своему народу, глубочайшим уважением. Дэн Сиопин работал на заводе токарем. Он работал долгие годы токарем, будучи в ссылке. Мы привыкли порицать Мао Цзудун за жестокость, но на фоне китайской жестокости он был скорее гуманистом. Китай это была страна, где еще в начале 20 века людей вырезали целыми провинциями. А с другой стороны, в нашей стране Дэн Сиопин был бы расстрелян дважды. А он отделался одной немилостью, одной опалой и одной ссылкой. Хотя его близкие пострадали, его сын стал инвалидом и так далее. Но китайская элита, китайская интеллигенция пропиталась уважением к своему народу. Это уважение проявляется и в быту. Китайская интеллигенция это уважение передала своим детям. Сейчас, вот именно сейчас, это уважение заканчивается. И возникновение разрыва между китайской элитой и китайским народом, он появляется сейчас. Это одна из главных стратегических проблем современного Китая. Одна из наиболее болезненных его проблем, которые, я боюсь, осознаются в недостаточной степени. Но пока еще по инерции проклятого тоталитаризма, как любят говорить либералы, по этой инерции Китай является уникальной страной, где элита не отторгается от народа. И не отторгает, соответственно, народ от себя, потому что ведет себя правильно и уважительно. И это один из секретов китайского чуда. Но в целом, по мере распространения западных стандартов образования и переориентации части элиты, и особенно молодежи незападных стран на западные ценности, это противоречие обостряется. Про западную молодежь и про западную часть элиты, стремясь к простым человеческим благам, начиная с безопасности. Они утрачивают собственные цивилизационные, не говоря уже национальных ценностей. И часто незаметно для себя начинают служить ценностям своих стратегических конкурентов. В России в частности они служат эффективности отдельно взятой компании против эффективности общества. То есть грубо говоря они служат конкуренции против справедливости. В результате значительная часть образованного слоя, которая является единственным носителем культуры и развития как такового в любой стране, в любом обществе. Она оказывается потерянной для страны, так как предъявляет непосильные для этой страны требования. Еще более важно то, что современное образование по самой своей природе автоматически включает западные стандартные культуры и западные представления о цивилизованности, которые во многом несовместимы с общественной психологией, а во многом даже с объективными потребностями развития незападных обществ. У нас это всегда проявлялось с одной стороны в том, что нельзя списывать, и если кто-то списывает, и вы видите, то вы обязаны донести учителю. С другой стороны, понятно, что это абсолютно не по-человечески, это разрушает все стандарты солидарности. И это была вечная проблема в советской школе, которую умные учителя решали по принципу доносчику первый кнут. То есть умные учителя старались воспитывать солидарность, которая вместе со стремлением к справедливости образует основу нашего национального характера, основу нашей национальной культуры. Ну, а неумный учитель в этом отношении безвреден, потому что он не может дать хороший пример ученикам, и ученики, как правило, его примеру не следуют. Но когда в массе своей все-таки люди воспринимают в качестве идеала и своей цели источник западных стандартов. Причем источник такой, который во многом существует исключительно в рекламе, а либо для благодейшей части соответствующих обществ, образованные слои неразвитых обществ, восприняв эти стандарты, начинают, если и не прямо служить западу, то, как правило, соотносить с ним все свои действия. Именно с этого начинается размывание системы ценностей, которая затем размывает и все общество. Без этого деликатного аспекта цивилизационной конкуренции нельзя понять широкое распространение такого противоестественного явления, как активная и сознательная враждебность к собственной стране. Это очень важное и очень болезненное явление, которое мы сейчас хлебаем, что называется, полной ложкой. Это объективно обусловлено, к сожалению. И вот не какой-то там мерзавец политтехнолог все это придумал и нам навязал. Мы видим по всему миру, что происходит примерно одинаковая тенденция. Даже в Иране с его исламской демократией происходят очень схожие вещи с разной скоростью, с разной интенсивностью. Это некоторая закономерность. Можно ли этому противостоять? Конечно можно. Пример той же Белоруссии, пример того же Китая, пример той же Кубы, кстати говоря, очень ярок, очень убедительный. Те же самые Соединенные Штаты Америки до сих пор им удается противодействовать этой тенденции, хотя она действует у них в полный рост. Это вопрос к эффективности государственной системы управления. Это вопрос к разумности, к способности ее прогнозировать. С одной стороны. С другой стороны, в условиях кризиса старая, ориентированная на Запад, ориентированная национальное предательство элита, волей-неволей, Хочет она того или не хочет, она уходит, она умирает. Любое общество освобождается от предателей в условиях, когда оно оказывается перед угрозой выживания. Ну, или оно не выживает, что тоже нам грозит в системном кризисе. Пока системный кризис еще не грянул. Наша задача заключается в двух очень простых, очень понятных и очень естественных для носителей русской культуры, неважно какого он цвета кожи, образах действий. Первое это просвещение, это образование, это разъяснение всем и каждому, соседям, друзьям, знакомым, попутчикам в поезде того, что такое хорошо и что такое плохо. Это очень тяжелое занятие. У меня это не всегда получается. Вот я вчера встречался с двумя бизнесменами, вы знаете, они несли такой либеральный, извините за выражение, бред, я на них просто смотрел молча в течение и часа, вы знаете, я понимал, что я не прав, я понимал, что я должен перед ними сеять разумно, доброе и вечное, но я не мог, потому что я не воспитатель детского сада. Это люди с отключенным мозгом. Это люди, которые сыпят просто штампами, при том, что они очень обеспеченные, очень успешные люди, но мозг у них работает только в сфере коммерческих схем. Даже в таких ситуациях все-таки я был не прав. Нужно себя преодолевать, потому что мы воюем, воюя за сознание людей, за сознание отдельно взятых людей, мы воюем тем самым за будущее своей страны. Вот это вот безумные бизнесмены, которые передо мной сидели, а может быть они их вынесут наверх, они будут министрами, или не дай бог президентами нашей страны, могут быть они будут губернаторами, от них что-то будет зависеть, а у меня была возможность их переубедить, а я устал, это был конец дня, я эту возможность упустил. Вот моя вина. Мы должны бороться за возвращение понимания того, что такое хорошо, что такое плохо. Как говорил Конфуций, возрождение начинается с исправления имен. Нам нужно исправлять имена. Нам нужно, чтобы фашизм назывался фашизмом, либерализм назывался либерализмом, геноцид назывался геноцидом, а не реформами и не демократизацией. Нам нужно возвращаться к пониманию того, что интересы России должны рассматриваться на первом месте. Нет, ни Эллина, ни Удея, совершенно верно, потому что есть русские. И второе направление это организация. Мы очень атомизированное общество, это нужно исправлять. Наша цивилизация всегда была сильна очень эффективным местным самоправлением, его нужно восстанавливать, в том числе вокруг себя. Если мы будем создавать организационную структуру, никакой системный кризис нам страшен не будет. Я продолжу разговор о кризисе элит через неделю, и, знаете, никто не возродит нашу страну, кроме нас самих. Не Бог, не царь, и не герой, как пелось, может быть, не очень приятными нам людьми, но очень правильной песней. Наш мир разрушен до основания не нами. Нам нужно его восстанавливать. Никто нашу работу за нас не сделает. Давайте работать сейчас, давайте делать все, что возможно, не списывая на объективные обстоятельства. Знаете, неблагоприятные погодные условия у нас будут всегда, а жить в этой стране нам и нашим детям. Спасибо.